Музыка 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 Всем привет Заехали в магазин Сегодня хотим приготовить кашу Гречку с мясом Автоклавом очень много отзывов было Мы не готовили еще ничего кроме тушенки И паштет мы один раз приготовили Очень вкусно получилось Мы даже этот паштет отвезли маме нашей Фединой маме так скажем Она сделала с них пирожки Это так вкусно Так вкусно получилось Прям очень вкусно Вот Хотим попробовать гречку с мясом Думаю что тоже будет вкусно Люди писали там много Типа вот Очень вкусно Попробуйте что-нибудь другое В общем мы решили попробовать Сейчас купим мясо Гречку И поедем готовить Где поедем Ну я рассказываю что мы хотим гречку теперь попробовать с мясом в Автоклаве Много было комментариев Хочется чтобы знать Она смачная была Открываешь Я видела как-то девушка сделала зажарку то есть лук обжарила и туда добавила томатную пасту все это обжарила и потом в баночку Кто хочет так и делать это вообще если честно фантазия может быть грандиозная можно даже с апельсинами не на самом деле кто как там вот здесь вот именно можно экспериментировать можно каждую банку по-своему сделать попробовать как получится Единственное самое что это солью не переборщить либо не доложить мне кажется самая плавная да потому что если ты переборщишь солью сами понимаете то это уже за всем лучше конечно не доложить но в общем лучше вообще все делать в меру все приехали мы домой и я сразу начала заготовки не буду прям подробно рассказывать мясо мясо естественно нужно промыть и режем на мелкие такие кусочки будем сегодня экспериментировать потому что совсем недавно к нам поступил такой вопрос от девушки зачитываю комментарии здравствуйте вот интересно если приготовить гречку с мясом ничего не обжаривая просто добавить сухие сырые ингредиенты будет ли вкусно понятно что если заранее сделать зажарку и отварить гречку это вкусно вот если все по-быстрому я думаю что у многих возникает этот вопрос и у нас тоже поэтому сегодня я ничего не обжариваю то есть просто все режу гречка будет сырая просто промою и все накидаю в баночки автоклав у нас домашний стандарт мы не раз рассказывали о нем на канале будни федор есть подробные видео о самом автоклаве о закаточной машине я под видео оставлю ссылочки на сам автоклав и на видео в котором мы подробно все о нем рассказываем и так для того чтобы приготовить гречку я взяла мясо свинину порезала ее на кусочки берем где-то ну грамм сто на одну банку если у вас стеклянные банки то берите конечно побольше а вообще все делаем по вкусу не любите мясо ложите меньше любите побольше то ложите больше это все делается по вкусу специи я беру соль у меня розовая очень вкусно перец горошек и лавровый лист слоями выкладываем сначала мясо потом специи гречка и обязательно нужно добавить либо воду либо бульон у меня бульон был заранее в заготовках чтобы гречка не была сухая это нужно делать обязательно вот сколько добавлять бульона для меня это был вопрос потому что все это готовилось первый раз и я боялась что знаете гречка сама после готовки разбухнет и бульона будет прям много в одну банку я налила прям много бульона в другие три получилось где-то около десяти столовых ложек но я вам скажу что гречка где достаточно бульона получилось намного вкуснее поэтому не бойтесь добавляйте побольше после того как все готово мы отправляем все банки в автоклав заранее в автоклав наливаем один литр воды и при 120 градусов готовим 65-70 минут все точные ингредиенты я оставлю под видео в граммах если кто будет готовить я думаю что многим это пригодится мы продолжаем вещать как я уже и сказал кто не знает может твои не знают или мои не знают не мои то знают мои то на этом моменте остановились и они не увидели этого а я даже чувствую через этот через это железо запах что готова этикетку надо как-нибудь распечатать что-нибудь прикольное будни Федора вот друзья даже если мы сюда положим камни да этот чудный аппарат приготовит их безумно вкусно так ну что пробуем смотрим давайте так без привлечения без привлечения чисто по чесноку вот серьезно сегодня будет самый честный отзыв поэтому не обижайтесь если что не так в прошлый раз мы готовили тушеночку так друзья не не надо согреть зай чего ну что гореть ты что ты любишь холодное будем дегустировать все что ну ты так как пахнет вообще мгг так друзья я настоятельно рекомендую сейчас людей со слабой психикой вот пожалуйста убейте от экранов уберите детей так нож подальше от меня сейчас не боишься от чего боятся не знаю что сейчас правду скажу и все и все да я люблю холодную кушать поехали я бы сейчас сказал бы просто на что реально сейчас дети смыть это офигительно вкусно это вот вообще все что у нас соли прям идеально единственное можно не жалеть и бульончик а сверху еще налить ну я это сказала да бульона прям наливать я добавила туда одну чайную ложку томатной пасты маловато мне кажется нужно еще да ну друзья вы тут сами анализируйте смотрите добавляйте можете десять банок десять банок разных сделать что угодно туда положить хоть помидор чей положите и вы вы а я сорвался это не я если что это круче чем тушенка объясню тем что у вас уже гарнир есть вам не нужно думать быстро отварить макарошки еще вы достали открыли и едите то просто безумно вкусно лярка это уплетала просто Сейчас покажем через минуту через минуту темы читать тоже очень вкусно прям поэтому друзья готовьте 10 20 40 100 банок на самом деле у вас всегда под рукой полезная классная вкусная ароматная еда на самом деле не знаю почему вы еще не знакомы с автоклам домашний стандарт на самом деле не удивляет вы не пожалеете он не пропадает ничего кушать не просит не он просит уж это вы просите он для вас готовить там классная сталь применять не ржаветь ничего приготовили протерли убрали всем там стоит своей очереди ждет наготовили один разок выделили день раз и все у вас там провизия на целый год на самом деле и дешевле намного намного дешевле вот представьте себестоимость что там гречка стоит и мяска немного кинуть бульончик отварить и все у вас по красоте все вкусно вот это реально это поэтому друзья на самом деле подумайте подумайте над этим прекрасным аппаратом тем более сейчас многие да из вас услышали потому что не всегда всех бывает той суммы которая нужна и ребята запросто вам сделают рассрочку классно без без первоначально без первоначального вздоха никаких процентов ничего не надо там договора кредиты ипотека влазит просто аккуратненько оформите все и будет вам счастье на самом деле рассрочка до будет на три месяца поэтому по моему это классно и здорово ешьте пейте кушайте наслаждайтесь полезно и ребята полезной ваш организм долго не заставить себя ждать вам скажет большое спасибо вы сразу себя почувствовать вы думаете почему я так работаю сутками на автоклаве пришел сейчас такую банку с гречкой бах вперед и вперед потому что здесь все остается в этой тарелке в этой банке тем более металлической друзья помимо автоклава ну секунду мимо автоклава который консервирует все эти стерилизует все дела делать у нас еще есть закаточная машинка возможно вам тоже будет интересно у ребят тоже посмотрите на сайте вот в них получается еще вкуснее на самом так что друзья готовьте ешьте прекрасную пищу вот обо всем в этом вам поможет наш прекрасно уже друг да это уже наш братишка помощник да так вот домашний стандарт друзья ссылочка будет как всегда внизу в описании под видео еще закрепим вам в первом комментарии держите да не благодарите просто пользуйтесь на здоровье кстати вот на подарок вот такие на вещь кто любит заготовки вот мамам бабушкам своим я вам говорю по достоинству оценят еще маленький вам скажу вот такую фразу у вас но у нас газовый на газ ставится готовится на есть также на индукцию также есть электрический у ребят поэтому все для вас у кого что выбирайте пожалуйста ну на крайняк если что только тихо об этом нельзя сильно говорить короче можно еще самогонный аппарат там отдельно у них продается только я вам этого не говорил все я пошел дочь кушаешь как она ест как ей понравилось гречка это очень хотя она вообще не любит гречку вообще не ест вот что значит вкусно приготовить в автоклаве но прическа конечно у тебя дочь и по традиции напоследок конечно же я не оставлю вас без десерта сегодня я готовила безумно вкусный пирог с курагой по рецепту идет вообще 270 грамм кураги но для меня это чересчур я взяла 120 грамм и этого вполне достаточно заранее ее нужно отварить после закипания варить примерно 10-15 минут выключаем и остужаем тем временем давайте приготовим тесто для рецепта нам потребуются грецкие орехи 100 грамм на тесто и 100 грамм на начинку если нет грецких орехов или не любите или аллергии так далее то можете заменить на любые другие по вкусу ингредиенты все точные на видео и в описании под видео чтобы приготовить тесто вам не нужен не миксер не там блендер ничего просто все смешиваете и должна получиться вот такая крошка но сливочное масло берите такое комнатной температуры но чтобы она не была прям сильно растаявшие далее отставляем тесто в сторонку и готовим начинку курага у нас уже остыла режем ее кубиками мелко крупно как вы любите далее все просто смешиваем единственное делаем это ложкой начинка получается густая но все равно нужно ее хорошо перемешать до однородности конечно если есть миксер то сделайте это миксером буквально несколько минут и готова далее берем форму форма у меня 26 сантиметров диаметром смазываем ее сливочным или растительным маслом и выкладываем тесто его хорошо выравниваем я повторяюсь хорошо это чтобы пирог получился ровным объясню в конце почему если вы не ровно выложите тесто то потом он у вас получится немного кривой и отправляем сначала тесто в духовку триста восьмидесяти градусов выпекаем где-то минут 15 далее достаем выкладываем начинку и поверх начинки мы заранее делаем крошку для крошки нам понадобится масло сахар и мука все просто перетираем и посыпаем наш пирог уже на этом этапе такие запахи стоят вкусные дома вот снова отправляем в духовку минут на 25-30 и наивкуснейший пирог готов даем естественно ему немного остыть и далее подаем пирог можно кстати заморозить хранится он заморозки около двух месяцев имейте в виду прям очень вкусно курага орехи песочное тесто попробуйте приготовить и я уверена что многим понравится на этом видео подошло к концу огромное спасибо всем кто досмотрел его до конца не забудьте подписаться и нажать на колокольчик чтобы не пропустить новые ролики всем пока пока и а а и а и и и Субтитры сделал DimaTorzok